Всем привет на канале Тестифуд! Хочу вам сегодня предложить два варианта, как закрыть помидоры черри на зиму. Когда вы зимой открываете баночку помидоров черри на праздник, это конечно выглядит очень празднично и при этом очень вкусно. По этому рецепту можно закрывать даже обычные помидоры. Вот что мне для него понадобится. Конечно же в первую очередь мне понадобятся помидоры черри. Но если вы будете закрывать по этим рецептам обычные помидоры, даже слипкие, получится очень вкусно. Эти маринады проверены. Также мне понадобятся овощи для двух рецептов. Это морковь, репчатый лук. Также мне понадобится для первого варианта соль, сахар, уксус 9% приправа для маринования, помидоров, волшебное дерево. Для второго варианта мне понадобится черный перец, гвоздика, сахар, соль, уксус 9%. Приступаю! Занимаюсь первым вариантом маринада. Если вы будете готовить маринад с приправой для маринования помидоров, кроме сахара, соль и 9% уксуса, добавлять ничего не надо. Так как там уже находится очень много специй. Приступаю! Подробный рецепт указан в описании под видео. В воду добавляю сахар и соль. Даю закипеть и раствориться сахару и соли. Затем покажу, что делать дальше. Морковь берите небольшого размера. Морковь нарезаю тонкими кольцами. Лук и морковь я нарезаю сразу на два варианта. Лук я также нарезаю кольцами. Маринад закипел. Соль с сахаром полностью растворилась. Самое время добавить приправу. После этого добавляю уксус. Даю маринаду закипеть и выключаю. И маринад полностью готов. Банки у меня по 750 мл. Смотрите, это заменяет ровно как трехлитровая банка. Банки и крышки я всегда стерилизую, поэтому у меня консервация никогда не взрывается. Укладываю лук, морковь и помидоры в банку. Рецепт у меня записан на 6 банок по 750 мл. То бишь, одна трехлитровая банка плюс одна полтора литровая банка. Лук и морковь не жалейте добавлять. Она получается очень вкусная и очень хрустящая. Заливаю помидоры маринадом. Банки с помидорами нужно обязательно простерилизовать. На дно кастрюли лучше уложить либо какое-то полотенце, либо резиновый коврик. С момента закипания воды в кастрюле должно пройти 10-12 минут. Сверху, конечно, накрываю крышками. Помидоры с момента закипания стерилизовались ровно 10 минут. Самое время их закатывает. И можно баночку перевернуть. Занимаюсь вторым вариантом маринования помидоров. На дно морковый лук. В каждую банку укладываю по одной гвоздике. Если вы будете все-таки закрывать трехлитровую банку, тогда 2-3 штучки подойдет. Черный перец с горошком. Буквально по 4-5 штучек. Укладываю помидорки. И пересыпаю морковкой с луком. Когда она замаринуется, она получается очень вкусная. После того, как все вложил в банку, заливаю кипятком, накрываю стерилизованной крышкой и даю помидорам остыть до комнатной температуры. Банки с кипятком хорошо прогрелись, остыли. Теперь сливаю эту воду в кастрюлю, где буду готовить маринад. В кастрюлю с водой добавляю соль, сахар и довожу до кипения, чтобы соль с сахаром полностью растворилась. После этого добавлю 9% уксус. После того, как вода закипела, сахар и соль растворилась, добавляю уксус. Перемешиваю, довожу до кипения, выключаю и маринад полностью готов. Помидоры заливаю маринадом и закатываю в банки. Консервация на зиму готова. Не забудьте перевернуть банки и укрыть их теплым одеялом до полного остывания. Выбирайте, какой вам вариант понравился больше. И тот, и тот вариант получается очень вкусный. Всем, кому понравились эти обалденные помидорчики черри на зиму, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!